Я расскажу, как можно построить гибридную рекомендательную систему, то есть систему, которая учитывает как интеракции пользователей с контентом, так и фичи пользователей и контента. На примере соревнования RECA Challenge. Я работаю в компании Тинькофф. У меня есть небольшая команда дата-сайентистов. Мы занимаемся различными NLP задачами на данных из чеков, по спичту текста и новостей. Также мы занимаемся задачами по привлечению новых клиентов и, естественно, по построению рекомендательных систем. Ну, собственно, нельзя было пройти мимо соревнования от ОКО на платформе Boosters. Оно длилось в течение пару месяцев. Самое интересное про это соревнование это то, что данные были наиболее приближены к проду. И поэтому всем, кто хочет разобраться в рекомендательных системах, может быть, даже с нуля, я советую это соревнование, тем более оно сейчас доступно в режиме песочницы на той же платформе. Ну, для начала, мне интересно, кто-нибудь вообще слышал раньше про компанию ОКО? До соревнований. Ну, естественно, тут же написано. А кто-нибудь покупал контент у них? Ничего себе. А кто пользуется подпиской в течение пару лет бесплатной? По промокоду? Интересно. Я думал, будет больше таких, как я. Ну, естественно, у онлайн кинотеатра можно посмотреть фильм либо по подписке, либо купить контент, либо взять его в аренду. Также какие-то фильмы можно добавить в закладки для дальнейшего просмотра. И по окончанию просмотра можно проставить рейтинги. Для каждой интеракции пользователь контент был известен тип интеракции, была известна дата потребления контента, также было известно время, которое было потрачено на интеракцию, и информация о типе устройства, с которого интерьировал пользователь. Приложение доступно для телевизора, мобильных устройств, и также вроде есть веб-версия. Естественно, была доступна информация о каталоге контента, которая содержала ряд анонимизированных атрибутов. Достоверно не было известно, что там находится, но все предполагали, что там был список актеров, режиссеров, сценаристов, звукачей, может еще кого-нибудь. О каждом объекте было известно, по какому типу потребления он доступен, была известна продолжительность, ряд анонимизированных фичей и тип контента. Это фильм, многосерийный фильм, либо сериал. Здесь важный момент. В данной таблице находилась аккумулированная история взаимодействия пользователя с контентом. То есть, другими словами, если вы посмотрели 10 серий Игры престолов, здесь будет записана дата вашей последней интеракции с контентом и суммарное время, которое вы потратили на просмотр Игры престолов. Суммарно было доступно 10 миллионов транзакций, 450 тысяч фактов добавления закладки, 950 тысяч рейтингов. Всего в каталоге было 10 тысяч единиц контента. Данные были доступны по 500 тысячам пользователей. Задача требовалась, естественно, сделать рекомендацию для пользователей. И считалось, что пользователь потребит контент за тестовый период, если он либо его купит, либо возьмет в аренду, либо посмотрит половину фильма, либо хотя бы треть сериала. Метрика в задаче использовалась Min-Normalized Average Precision. Она зависит от того, в каком порядке вы порекомендовали фильмы. Также она зависит от того, сколько фильмов пользователь посмотрел за тестовый период. Так, например, если пользователь посмотрел 20 фильмов, мы ему, естественно, тоже 20 порекомендовали, и мы угадали только первый и пятый, и у нас был всего один пользователь в выборке, то значение метрики будет равно 14 сотым. Что сразу скажу, в три раза почти меньше, чем лучшее решение в данном соревновании. Ну, чтобы вы прочувствовали эту метрику. Как мы могли заметить, по данным у нас большинство было неявного фидбэка. То есть, если у вас пользователь просмотрел фильм, либо купил его, то вы не знаете, понравился ли пользователь фильм или нет. Этот неявный фидбэк можно сделать легко явным, используя простое предположение. А если пользователь посмотрел одну десятую фильма, то, наверное, ему фильм не понравился. Если пользователь посмотрел фильм целиком, может еще и дополнительно с субтитрами, то, наверное, очень понравился. Также я предполагал, что просмотр сериала целиком более ценен, чем просмотр фильма целиком, потому что сериал содержит несколько серий, даже несколько сезонов. Также я учитывал факты покупки контента и факты добавления в закладки. Ну, собственно, можно уже переходить к решению. У нас есть две матрицы. Одна матрица интеракций, другая матрица рейтингов. Будем строить две простые системы. Одну, использующую implicit feedback, неявный фидбэк, другую, использующую explicit feedback, явный фидбэк. Для implicit feedback я использовал модель light.fm. модель строит релевантность для пользователя контента по простой формуле. Это скалярное произведение и плюс байсы пользователей и контента. Для explicit feedback я использовал BM25 recommender из библиотеки implicit. Это простой коллаборативный фильтр, который использует BM25 веса. BM25 преобразование. Это такой TF-IDF на стероидах. Очень простой. Коллаборативный фильтр тоже работает довольно просто. Сначала для каждого пользователя находится К ближайших соседей, что является гиперпараметром. Потом по К ближайшим соседям пересчитывается скор для тех фильмов, которые пользователь не успел посмотреть за трейновый период. А также забыл сказать, LightFM я учил с варплосом. Это особый способ для сэмплирования негативных сэмплов. Вальдация в данном случае была по времени. Дальше что можно сделать? Мы видим, что у нас есть два работающих подхода. Кажется, что они немножко из разных областей и можно их, естественно, сблендить. Если вы посмотрите на распределение скоров от двух моделей, то увидите, что они принадлежат разным распределениям. Можно пробовать, конечно, преобразовывать к стандартному нормальному распределению. Я в качестве простого подхода просто складывал ранки. Вот, например, если у вас есть две модели, вы просто берете ранки, складываете их и потом сортируете по сумме. Так получаете предсказание от двух сбленденных моделей. Из этого слайда можно понять, что если вы пересортируете каким-то образом рекомендации, то станет заметно лучше. Дальше для всех очевидный подход. Нужно, наверное, как-то сюда прикрутить бустинг. Для этого давайте сначала предскажем топ побольше. Если раньше мы предсказывали топ 20, то давайте сейчас, например, предскажем топ 200 и попробуем это как-то переранжировать. Давайте подробнее про схему валидации. Сначала датасет бился по времени на две части. На первой части обучались модели первого уровня. Это, напомню, Light.FM и коллаборативный фильтр. Дальше для следующего периода делались предсказания. Из них удалялись, естественно, те интеракции, которые пользователь сделал за трейновый период. Потом к этим интеракциям накидывались фичи о контенте и о пользователе. И таргет формировался следующим образом. Я считал, что если пользователь за тестовый период потребил контент, то это единичка, если не потребил, то нолик. Ну и потом обучаем бустинг на бинарный таргет при разделении выборки по пользователям. Тут, конечно, можно было пытаться делать модель второго уровня несколькими разными способами. Например, можно было брать интеракции пользователей и считать за положительный класс те случаи, когда пользователь потребил контент, за отрицательные те, в которых он не потребил. Можно было, например, еще как-то более по-хитрому сэмплировать негативные примеры. Ну, собственно, осталось теперь просто нагенерить фичи для бустинга. Ой, это PDF-ка, да? Я надеялся, что будут по одной вылезать. Самые простые фичи, которые можно взять из моделей первого уровня, это score и ранг. И можно туда, конечно же, засыпать фичей из каталога. Дальше я заметил, что распределение первой анонимизированной фичи очень похоже на дату добавления контента в каталог. И, соответственно, при такой схеме валидации бустинг сильно на эту фичу переобучался и ее выкидывание дало некий прирост. Item bias и user bias существенно коррелируют с популярностью контента и с активностью пользователя. Дальше можно попробовать по-разному проставлять ранки. Один способ – это когда вы сначала формируете топ и проставляете ранки, и только потом выкидываете те интеракции, которые пользователь успел совершить за трейдовый период. Второй способ – это когда вы сначала выкидываете те интеракции, которые пользователь успел совершить за трейновый период, а потом проставляете ранки. Смена второго способа на первый дала тоже небольшой прирост. Дальше я заметил, что в выборке есть очень много непопулярного контента. Так, например, если вы возьмете только фильм, который за всю историю посмотрело не меньше, чем 100 пользователей, то у вас отсечется половина выборки. После такой фильтрации наконец-то заработали эмбеддинги из light.fm. Дальше я добавил фичи о том, что пользователь добавил контент в закладке, но не успел его посмотреть за трейновый период. Добавил также информацию о том, как давно пользователь с нами. Это дата первой транзакции и дата последней транзакции. Еще были, да, вы можете заметить, что на данном моменте Scorpio стал расти. Дальше я добавил фичи о том, как часто пользователи вообще добавляют закладки, закладки контент. Кто-то может все добавляет, кто-то может выборочно добавляет и добавил какую долю просмотра, какую долю закладок пользователь успел посмотреть за трейновый период. Так как в ОКО часть контента платная, а часть бесплатная, то я дополнительно добавлял фильтрацию для пользователей, которые раньше не смотрели платный контент. Я фильтровал для них, естественно, весь платный контент и дополнительно считал, сколько раз пользователь успел купить какой-то контент за трейновый период. А, да, на предыдущем слайде стоит отметить, что когда мы обучаем, когда мы валидируемся, мы используем эту схему, а когда мы сабмитим на лидерборд, мы обучаем модели первого уровня по всей выборке. Какие же фичи не зашли? Но к ним было очень много подходов. Это в первую очередь атрибуты контента. Я пробовал добавлять топ атрибутов по частоте. Также я пробовал раскладывать матрицу контент-атрибуты с помощью двух подходов. Пробовал light.fm и bigger.tm и пробовал закидывать вектора по контенту для обучения бустинга. Также не зашли атрибуты устройства. Это производители тип. Также не зашли эмбеддинги из light.fm. Также, казалось бы, должно было бы зайти, должна была зайти фича о том, какому типу контента пользователь более склонен к фильмам либо к сериалам. Это тоже не зашло. Если вы хотите сделать свои рекомендации более разнообразными, то можно пытаться уменьшать вес у популярного контента. Это можно сделать легко при обучении бустинга, просто понизив веса у соответствующих сэмплов с популярным контентом. Также не зашел катбуст и ранжирующие метрики. Если кто-нибудь здесь хорошо умеет использовать катбуст вместе с ранжирующими метриками, пожалуйста, научите меня. Так. Да, давайте вернемся на два слайда назад. Здесь мы видим, что скорб перестал расти на лидерборде. И нужно было что-то с этим делать. Но казалось, что вот последние три модели, они между собой не очень коррелируют. И я их просто сблендил. Это дало прирост на лидерборде до 46,5. Здесь вы помните, что лучшая модель давала 45,7. Я этим вдохновился и начал закидывать, что мне пришло в голову в блендинг. Тем более был последний день соревнования. Я попробовал разбивать на трейн и тест для обучения моделей первого уровня разными способами. То есть изначально я разбивал в соотношении 80-20. Я дополнительно попробовал разбивать в соотношении 90-10, 70-30 и 95-5. Зашло дополнительно разбиение 90-10, финальный блендинг. Также я попробовал чуть по-разному сагрегировать рейтинг. Я давал закладкам больше вес и выкидывал рейтинги со значением меньше 4. Также я пробовал докидывать непопулярный контент при обучении модели второго уровня. Это можно сделать очень просто. По следующему принципу. Для непопулярного контента вы берете топ юзеров, которому этот контент должен быть релевантным и докидывайте в обучающую выборку. Ну собственно соревнование уже подходило к концу. Как вы видите, последний сабмит был меньше чем за час до конца. Он, кстати, и потом выстрелил. Но как мы видим, все было печально. Было пятое место, цвет настроения был синий и хотелось верить только в блендинг большого числа довольно сильных моделей, что собственно и зашло. Дополнительно хочу отметить, что большинство решений как раз было построено по такому же принципу. Ребята переранжировали топ, кто-то дополнительно вместо коллаборативного фильтра использовал сетки. Это в частности первое и третье место. Теперь об интересных фактах. В результате соревнования так и не удалось побить продуктовую модель ОКО. Это может быть также связано с тем, что у ребят уже на момент формирования обучающей выборки была запущена модель в прот, поэтому возможно есть какое-то смещение. Также в начале соревнования организаторы слегка изменили датасет и всем тем, кто был вместе сначала, докинули 30 сабмитов. Это давало возможность беспокоиться о том, что у тебя всего 5 сабмитов осталось на день. Но справедливости ради замечу, что в конце соревнований у меня вроде осталось около 20. Ну и самая главная проблема это то, что валидация не очень коррелировала с лидербордом. Как потом выяснилось, это было из-за того, что было сложно определить, какой период соответствует тестовому по времени. Нам нужно было предсказать о том, как себя будут вести пользователи в течение следующих двух месяцев. Но в данных было искажено время и поэтому нельзя было понять, что по тестовым данным является периодом в два месяца. но, соответственно, если вы предиктите на два месяца, то валидироваться нужно на том же самом. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что в ближайшее время я напишу статью и выложу код. Буду рад ответить на ваши вопросы. Привет. Спасибо за доклад. У меня несколько вопросов. Для начала простой. Что такое треть сериала? Сколько там серий в сериале? Это же неизвестно. А там по времени? Это можно было восстановить из транзакций. Я смотрел на распределение по времени просмотра каждого сериала и брал некую квантиль. Вроде это была 50-я квантиль. Если пользователь посмотрел на 50-ю квантиль фильмов, значит он посмотрел сериал полностью. Максимально хорошо. Куда фичи скармливал? Только в бустинг? Да, фичи скармливал только в бустинге. Я пробовал LightFM их скармливать, но он учился долго. Как-то не очень было понятно, как их туда засовывать. На самом деле, когда туда фичи засовываешь, там прям скоро хорошо растет. Не на этой задаче в принципе. А, в принципе. Ну, наверное, зависит от того, какие фичи засовывать. Вроде у ребят с Rixis 2018 заходило засовывание текстовых фичи в качестве бинарных параметров. Кого отбирал для бустинга? Или ты прям всех бустил Pairwise, там, Пашу Хардкору? А, ну давай вернемся так к всей малидации. Это я соглашусь с самым непонятным моментом презентации. Думал, как его рассказать лучше, но, видимо, не получилось. Смотри, сначала обучаем модель первого уровня. Вот смотри, здесь по X время, по Y юзеры. Сначала обучаем модели первого уровня вот на этой части. Потом для оставшейся части рекомендуем топ. Я брал 200. И для топа 200 проставляем таргет. Ставим единичку в том случае, если пользователь за тестовый период потребил контент. Ноль в противном случае. То есть если пользователь… То есть у тебя получается как бы строка, это пара, пользователь, фильм. Да. И у тебя таких примеров прям овер много. 200 на каждого… Не 200, максимум 400, 200 от Light FM и 200 от… А, то есть ты все-таки использовал на этом этапе как бы предикт, брал топ предсказания от этих штук? Да, топы, конечно, использовал. Я говорю еще раз. Я пробовал по-другому. Пробовал только для брать топа… Ой, не топа, только те интеракции, для которых известно, потребил пользователь контента или нет, но это не зашло. Наверное, потому что если пользователь начал смотреть фильм, то он, скорее всего, досмотрит. И это было в 70% случаев. Может кто-то понял, как он блендил, но если ты вернешься на слайд, можешь на пальцах объяснить, почему там на 5 позиций, например, 45-48, почему он улетел вниз? Давай вот на примере, смотри, 41-41. Какой? 2, 5, 3, 8? Не важно, давай 41-41. А вот смотри, здесь ранг у него 2. Здесь ранг у него 1. Складываем, получаем 3. У 35-67, складываем, получаем 0. Мы понимаем, что если по сумме отсортируем по итоговой… Вот так вот все берем из первого, таблички из второй. Если по сумме итоговой отсортируем, то получаем… У меня последний вопрос. Сколько всего времени решало? Маленький комментарий хотел сказать по поводу… Такой конкурс, он немного нечестный в том плане, что похоже на то, что мы пытаемся угадать, как работает их рекомендательная система, потому что от этого зависит, что пользователь будет смотреть. Я бы не был так категоричен, потому что я сам пользуюсь приложением на телеке, и я особо не пользуюсь рекомендациями. Ну, хорошо. Поэтому и вроде у организаторов был пост на хабре, там вроде… не буду врать, но вроде не такое значительное число людей прям пользуются рекомендациями. А какой вопрос был до этого? Сколько всего времени? А, сколько всего времени? Ну, на самом деле сложно оценить, потому что соревнование проходило в таком духе. С утра запустил модель обучаться, вечером пришел, снял результаты, потом запилил новую гипотезу, ну и так далее. И дальше итеративно действуешь. Ну да, я старался в течение… Как у меня время свободное появлялось, я что-то садмитил. Это был такой способ попробовать все методы, почувствовать, что работает, что не работает. Еще будут вопросы? В дальнейшем на одного один вопрос. Если у вас много вопросов, можете. Подайте после. Чуть подробнее можешь сказать, как использовались сетки? Ну, вроде там все очень просто. Учите LSTM-ку и предсказывайте для каждого фильма вероятность того, что пользователь потребит его за тестовый период. Ну и если вы в теме, вам должно быть понятно. Если нет, я вам не расскажу за 10 слов. Привет. У меня такой вопрос. Пробовал ли ты деанонить фильмы или какие-то фичи, что это может быть рейтинг с кинопоиска или там «Игра престолов», популярный сериал? Давай-то вернемся к каталогу фильмов. Вот там напрямую прям то, что ты говоришь, я не пробовал. По распределению было понятно, что первая фича – это дата добавления в каталог. И вроде как вторая или одна из них, я не помню уже какая, это какой-то рейтинг. Либо с кинопоиска, либо из ОКО, либо откуда-нибудь еще может с IMDB. Спасибо. Ну, кстати, организаторы переживают сильно за то, что бы датасет… Ну, было непонятно, там, какие фильмы, кто чего больше смотрит, потому что вот параллельно проходило еще соревнование от Megago. Там данные были не настолько реальные, но там ребят, наверное, поэтому зашли сетки хорошо. Там были данные более такие синтетические. Но они были реальные, но там не было пользователей, которые посмотрели один фильм за тестовый период или вообще добавили один фильм закладки. Такого не было. Спасибо за доклад. Можно такой вопрос? А вот ты когда… Перед тем, как фичи в модель загонять, ты смотрел как-то вот взаимосвязь того, как они связаны могут быть с твоей… Ну, вот как они могут влиять потом на рекомендации, например, корреляцию или что-то такое? Корреляцию фичей с таргетом? Ну, вот да. Ну, или вот может быть не корреляцию, что-то другое. То есть как-то анализировал? Хотелось бы ответить, что да, но я отвечу, что нет. То есть ты просто закидывал их в модель и смотрел уже потом, как повлияет… Ну, я по одной просто добавлял, чтобы… Ну, поэтому было много экспериментов. Одну фичу добавил, посмотрел, добавляет, не добавляет. То есть по одной закидывал, потом те, которые добавили, ты их просто вместе закидываешь и смотришь. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.